всем привет у меня тут на днях спросили если у меня коллекция ножей коллекции ножей сожалению меня нету но есть парочка которых я могу вам рассказать и показать их есть вот такой нож снимаю на весу сегодня есть вот такой нож гербер он с предохранителем выки духа вот такое у него лезвие достаточно толстая наконечник у него сходится кончику такое агрессивное лезвие здесь не знаю его технического названия вот гербер сталь с 30 в вот хороший такой можно ножик вешается на пояс здесь вот на рукоятке у него есть куда привязать веревочку и такая железяка выступает не знаю чтобы можно было ударить что-нибудь или разбить стекло примеру вот кнопка у него и предохранитель с предохранителем он не складывается и в то же время смотрю если одной рукой получится мне тоже время если на предохранитель стоит то не раскладывается принципе когда на поясе такой носишь удобно что он тебя случайно не раскроется но я его с собой не ношу он тяжеловат большеват вот из моей руки вот так торчит я его с собой беру если идем куда-нибудь поход у него такая хорошая алюминиевая ручка воды он не боится я его мочил и мыл и лезвие достаточно острое крепко в принципе можно нарубить каких-нибудь там щепок если надо ну чего-нибудь для чего начну в походе может пригодится вот колбасу нарезать хотя нет здесь колбасу продают уже нарезанную вот это такой у меня один нож второй ножик вот этот я ношу с собой он чуть поменьше полегче не знаю из чего него ручка сделан вот эти накладки из какого-то металла на алюминий не похож жесткий металл вот но как я уже сказал он чуть полегче того черного ножа у него тоже на ремень такая клипса есть но он у него нету предохранителя то есть он у меня несколько раз с ремня падал раскрывался когда на землю падал тут есть пружина но этот нож он легальный во всех штатах потому что он не выкидуха как вот этот этот кстати здесь в южной дакоте можно носить а если поехать в другие штаты не знаю допустим в калифорнию где больше ограничений там он будет уже нелегально будет считаться холодным оружием вот у этого ножика есть кстати небольшая история если умею расскажу он сначала покажу вам весь нож вот у него замок такой который это двигается в сторону и потом нож складывается почему он легально во всех штатах он вроде бы как похож на выкидуху но у него есть пружина но она только на половину хода ножа вот сейчас он упирается в пружину и до конца пружина его не раскрывает то есть у него сделана такая ручечка здесь вот она с двух сторон можно или указательным пальцем открывать или большим пальцем открывать и то же время есть вот это часть лезвия на которую можно нажать и вот он выкидывается и закрывается так блестящий такой симпатичный переливающийся вот этим ножом я когда по работе ездил на одной из заправок кстати дешевый нож это чуть подороже уже не помню сколько он стоил этот дешевый нож где-то в районе 20 долларов и они продаются на заправке у нас тут в районе мужичок один есть он их развозит обновляет ресурсы вот и так вышло что я встретил этого мужичка я когда уходил заправки смотрю когда мужичок стоит подписывает документы в коробке там нажитие обновляет пополняет коллекцию ну вот я кстати увидел такой маленький был ножик где-то вот так короче чем этот с меньшим лезвием но цвет такой мне понравился почему цвет нравился потому что у меня есть зиповская зажигалка как-то себе приобрел я не курю но люблю зиповские зажигалки у меня была одна пришлось оставить ее на родине когда уезжали потому что в багаж не знаю можно было багаж положить но с собой с собой самолет наверное нельзя было не знаю ну короче оставил там вот и здесь долго не решался себе купить в том году купил когда на зимнюю рыбалку ходили пригодилось разжигать лампу обогреватель она сейчас сухая вот сезон рыбалки зимней подлёдно еще не начался вот и сезон охоты еще не начался начнется заправлено вот как видите она такого же цвета как этот нож то есть теперь у меня комплект вот так вот короче стоит этот мужичок заполняет бумажки и все ну это глянула него сказал всем пока пошел выхожу на улицу стоит моя рабочая машина рядом с ней припаркованный маленький грузовичок и на капоте у него стоит коробка с двадцатью такими ножами крышка у коробки открыта и ножи каждый в индивидуальной коробочке и коробочке тоже открыто то есть такая коробка для показа продукта вот и короче лежат у нее эти 20 ножей по 20 баксов каждый прямо на капоте бери не хочу но ему повезло там такой район и то что неспокойный но есть всякие личности бродит туда-сюда вот но ему повезло что никто не увидел эту коробку я увидел я сел свою машину думаю подожду пока он не выйдет и чтобы никто не свистнул и вот подождал он буквально минут через пять вышла пока свои бумаги заполнил вот выходит я говорю смотри оставил на капоте он ай-яй-яй-яй как это так и это самое спасибо поблагодаримы меня что я присмотрел за коробкой говорит что нравятся тебе такие ножи я говорю ну да вот там один такой цветной был мне понравился подожди подожди нет ну спросил у меня кстати еще про акцент поговорили с ним немного вот он оказывается на пенсию ушел и вот занимается свой бизнес такой он где-то заказывает эти ножи кстати сейчас посмотрим какая стали забыл посмотреть вот он где-то заказывает эти ножи называются они так force так что-то написано speedster model с другой стороны тут написано что он сделан сделан вручную в китае американский дизайн 440 нержавеющая сталь а ну так значит ручки из нержавейки потому что он у меня нержавеет я его ношу на себе и под дождем и и снег он у меня падал и мыл я его и нержавеет так что наверно все из нержавейки а вот и что там еще написано фэнтези лайн модель у него такая вот он короче говорит подожди подожди ты по-русски говоришь ты наверное русский дай ка я тебе найду один с медведем поискал поискал коробки в машине не нашел с медведем говорит ладно подожди у меня где-то с волком был там тоже такая гравировка вот лазерная гравировка симпатичная такая сейчас я тебя с волком найду нашел с волком и с ним вдвоем посмотрели нет что-то этот волк как-то на свинью похож но действительно у него гравировка этого волка мурда такая плоская поросячи не не пойдет игры мне в принципе понравился маленький вот этот цветастенький игры если побольше было побольше взял это есть достал вот этот правда с полком какой-то спайдерменовский нож вот но без разницы то есть мне этот размер понравился и он говорит ну давай я тебе его подешевле отдам короче он не его за 15 баксов отдал вот но еще с ним немного поговорили он оказывается по всему нашему по этой части штата развозит по black hills вот на всех заправках вот эти ножи лежат продаются еще забыл сказать что вот это вырезка там лезвие вставлено это чтобы срезать ремень безопасности если вдруг ремень безопасности заел при аварии вот а вот этот наконечник такой заточенный это чтобы разбивать стекло вот но этот нож как я уже сказал ношу все время с собой вот но еще один нож есть такого же плана как этот только у него облегченная ручка там много нарезок то есть он очень-очень легкий тоже из нержавейки не такой симпатичный он намного легче по размеру где-то такой же ручка наверно потоньше у него тоже с такой клипсы для ремня вот я его вожу своей машине на всякий случай яблоко порезать или так чё вот он у меня в моем на всякий случай наборе в машине вот короче похвастался своей как бы коллекции все на этом всем пока